Здравствуйте, уважаемые зрители! На канале Автоплюс начинается наша ежедневная программа «Попутчик». Сегодня она посвящена вопросам страхования, если быть точнее, вопросам обязательного страхования автогражданской ответственности. Веду эту программу я, Артём Рудаков, и, как обещал, мы продолжим эту тему, на этот раз уже с представителем тех структур, которые страхуют. В гостях у нас сегодня Андрей Батуркин, вице-президент Российской ассоциации страховщиков. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну и у нас куча вопросов, на самом деле, по поводу того, что грядёт или уже законодательно принято, но с некоторым опозданием или неопозданием. Скажем так, в марте это уже будет новый распорядок нашей жизни, как бы в нашей стране, в области, касающейся страхования транспортных средств. Поэтому какие-то, наверное, итоги за прошедшее время неплохо было подвести, чтобы понимать, как мы оцениваем эту ситуацию со страхованием обязательной ответственности вот на данный момент. Прошло сколько лет уже? Пять лет в этом роде. Пять лет. Ну это серьёзный повод. Уже можно считать, что первый такой юбилей, мини-юбилей. Поэтому можно, наверное, подводить какие-то итоги по разным аспектам. Ну, наверное, не буду здесь претендовать на знание тех параметров, по которым мы оцениваем успешность или, скажем так, проблемность этой отрасли. Я бы передавал слово, как вы сами оцениваете вот эти пять лет. Ситуация пять лет назад и сейчас. Какие главные отличия, достижения, разочарования в области обязательного страхования? Ну, очевидно, что за эти пять лет этот новый вид страхования для нашей страны состоялся. Если в самом первом начале этого большого пути, первый год, наверное, шли дискуссии, вообще нужен ли этот вид страхования, не является ли это налогом или чем-то иным, что обязывает людей страховаться, то спустя это время таких разговоров точно уже нет. Скорее идут дискуссии всё-таки относительно качества услуг, которые оказывают страховые компании, и относительно тарифов, насколько они справедливы или несправедливы. Целесообразность уже точно не обсуждается. В принципе, это уже является серьёзным достижением. Ну, не так давно я, правда, услышал сомнения в целесообразности. Было высказано такое мнение, что страхование от обязательной гражданской ответственности приводит к разглядяйству среди водителей, потому что они теперь не так сосредоточены управляя своим автомобилем. Я услышал такое мнение, не готов его комментировать, насколько это так или не так, но вот такая мысль была высказана, что теперь что-то похожее на лёгкую форму безответственности за рулём появляется у людей. Когда понятно, что конторы платят всегда, как это у нас говорят. Да, такой довод я тоже слышал, но здесь, мне кажется, действия в последнее время ГИБДД в части ужестощения как раз наказания плицам, которые навершают правила дорожного движения, я думаю, что они должны охладить вот такие горячие головы, которые считают, что за ними стоит страховая компания. В принципе, да, я бы тоже этот аргумент не воспринимал всерьёз, потому что в первую очередь речь идёт в данном случае не о тех людях, которые себя безалаберно ведут на работе, а о тех людях, которые становятся жертвами, в мягком смысле этого слова хотелось бы, всё-таки жертвами. Потому что они не будут вынуждены озадачиваться вопросом, как бы получить с него то, что нужно потратить на ремонт этой машины. По другим моментам, по как бы тому, как всё, по качеству услуг, да, вот те изменения, которые у нас сейчас на подходе уже, да, они как раз, ну, на мой взгляд, и направлены на то, чтобы это качество услуг как-то повысить. Потому что есть рынок страхования, вот такой, добровольный. Здесь компании конкурируют друг с другом, предлагают какие-то услуги, сервис, там, здесь что-то ещё. А обязательное страхование, оно у нас как медицина, такая, как бы государственная, да, сервиса ноль. Отношения тоже ноль. И по большому счёту, в принципе, да. А какая разница человеку, который застраховался по обязательной программе, какая разница в какой компании? Ну, по большому счёту, да, здесь конкурировать невозможно. Ну, насчёт того, что качество не изменилось, не соглашусь. Просто, собственно, именно благодаря ОСАГО, в общем-то... Я не утверждаю, что оно не изменилось. Я говорю, что нет стимулов, по которым они должны быть. Просто большинство страховых компаний, во всех случаях, входящих в первые, наверное, 30-ки, может быть, первые 50 компаний, они вложили достаточно серьёзные средства за это время в инфраструктуру. И те центры урегулированных убытков, которые построены, они построены в том числе благодаря ОСАГО. Когда страховщики осознали, что это очень массовый рынок, и когда приходит очень большое количество клиентов, их надо где-то обслуживать. И фактически эти же центры используются компаниями, в том числе для обслуживания граждан уже как клиентов по КАСКО. То есть здесь ОСАГО действительно стал неким локомотивом. Но соглашусь с тем, что до сей поры, к большому счёту, действительно, когда клиент приходил и страховал свою ответственность, страховщик понимал, что, собственно, непонятно, придёт ли он к нему в следующий раз, потому что нет даже возможности продемонстрировать свою ему лояльность и готовность оказать услугу. И именно поэтому переход на прямое урегулирование, то, что состоится с 1 марта 2009 года, я думаю, что как раз он позволит, прежде всего, страховщикам конкурировать уже, ну, по ценам конкурировать невозможно, потому что тарифы едины везде. Ну да, это некая ставка установлена. А конкурировать по качеству услуг, когда к нему пришёл клиент, он видит, что компания, во-первых, с ним обошлась приветливо при заключении договора, во-вторых, если, не дай бог, он попадёт потом в ДТП, компания справедливо с ним рассчиталась, то, естественно, возникает вполне осознанное желание прийти в компанию и там, либо, во-первых, продлить на следующий год страховку, а не прийти в эту компанию только потому, что он, там, соседство расположено с работой, забежал по дороге. А появляется ещё и мотивация для того, чтобы заключить договор, может быть, на другие ещё виды страхования, там, имущество или что-то ещё. Ну, это да, это уже дополнительная программа, поскольку мы говорим сегодня об обязательном страховании, как бы на нём пока и остановимся. Для меня было немножко удивительным услышать заявления руководителей разных страховых компаний по поводу неготовности нашего рынка к переходу на систему прямого урегулирования. То есть, я был, ну, мягко говоря, очень удивлён, потому что это вот как раз та самая вещь, которая, по идее, помогала этим людям на рынке уже как бы себя позиционировать. Потому что, ну, до этого времени мы уже определили, да что, да какая разница, где я застрахован по ОСАГО. Кроме полиса, мне ничего не связывает с этой компанией. Если, не дай бог, я кого-то повредил, но это вообще не мои проблемы. Платят они, не платят. Справедливы они, несправедливы. Да хоть пусть они вообще никаким образом не выплачивают страховки, мне это без разницы, вроде бы как, да, потому что это не мои проблемы. Сейчас у них появился инструмент, которым они могут, скажем так, быть, ну, заявлять о себе как о лучших, как о более надёжных, как о более удобных, комфортных и всё такое. И вот эти заявления меня немножко удивили. Как вам это неинтересно? Получается, страховым компаниям неинтересно как бы иметь возможность конкурировать на рынке, вот на этом рынке услуг. Ну, я тоже читал в прессе комментарии по поводу переноса, прежде всего, сроков введения закона, что страховщики торпедируют этот закон, негодяи не хотят ничего делать. Ну, негодяи не негодяи. Я как бы далёк от этого отсуждения, что негодяи. Я считаю, что все люди у нас в стране, они все здоровые негодяи. То есть, в любом поступке должна быть какая-то логика, какой-то резон. Когда я вижу, что человек что-то делает, у него есть прямая выгода для того, чтобы продолжать, мне очень приятно с таким человеком работать дальше. Я понимаю, что он мотивирован и заинтересован. Когда человек делает что-то, я не вижу его мотивов, вот здесь мне становится некомфортно, я понимаю, что так, что-то вот я недопонимаю. Зачем он всё это делает? Здоровое негодяйство, оно нормально. И то, что они торпедируют, негодяи или не негодяи, просто я не понимаю, почему. Нет, давайте тогда по поводу торпедирования. Начнём, во-первых, с того, что сама идея прямого урегулирования, она, во-первых, пришла всё-таки от страховщиков. Именно они вышли в своё время с инициативы, как раз обратив внимание госорганов, в частности Минфин, на то, что такая система действует в ряде стран. Родилась она во Франции лет 35 назад, наверное. И, соответственно, что было бы неплохо эту идею перенести на нашу почву. Другой вопрос, что когда обсуждался вопрос всё-таки, как вводить эту систему, страховщики говорили, что давайте вводить поэтапно и достаточно в такие комфортные сроки, как это было сделано, в том числе и во Франции. Этот переход занял где-то, наверное, порядка 10 лет. Плавный переход к тому, что мы пытаемся сделать фактически за год. И здесь как раз фактически было несовпадение взглядов страховщиков и государства. Очевидно, что государство хотело подарить людям более комфортную услугу. Но страховщики справедливо говорили, что нельзя принципиально поломать систему и сделать это в очень короткие сроки. Потому что надо сделать очень много вещей, причём часть из них не зависит от страховщиков. Например? Например, пресловутая уже набившая оскомина, мне кажется, тема, связанная со справедливостью оценки ущерба транспортных средств. Мы к этому ещё перейдём. То есть это вещь, которая не зависит от страховщиков, потому что в законодательстве записано, что это должны сделать государственные организации. Плюс к всему, часть нормативных актов в своё время так и не была принята к 1 июле, поэтому невозможно было, чтобы эта система работала. И, собственно, поэтому, когда была высказана идея о переносе сроков депутатами, здесь страховщики поддержали её, сказали, что к 1 марта уж точно будем готовы. О том, что чем позже, тем лучше, закрываем эту тему, нам это не надо. Пришла о том, что хотелось сделать систему более подготовленной. Более того, можно сказать, что часть страховщиков рассчитывает ещё, может быть, до 1 марта, если будет нормативка вся готова, запустить в добровольном порядке между собой прямое регулярное. Хорошо. Сейчас мы поговорим о том, как это можно сделать, как это будет работать. Пока у нас первый звонок. Здравствуйте. Вы в эфире. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Меня зовут Алексей из Москвы. Очень приятно, Алексей. Издавайте вопрос. Меня интересует такая тема. Вот, если автомобиль у меня застрахован, вот, я его продаю. И почему вот эта страховка, которую я проплатил на год, другому человеку, которому я её продал, не может перейти? Вы имеете в виду обязательную страховку? Да. Угу. Ну, собственно, просто потому, что договор страхования был заключён на конкретном автомобиле, страхователем был Алексей, и, соответственно, просто договор прерывается, соответственно, он должен прийти в компанию, там, показав, что он продаёт автомобиль, прервать этот договор, компания ему выплатит неиспользованные средства, и, соответственно... Ну, за вычетом какой-то, видимо, да, 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 ну, естественно. Ну, здесь, в данном случае, по-моему, этот вопрос решается проще, просто добавлением... Ну, это второй вариант, да. Нет, добавлением к списку допущенных новых страхователей, нового владельца этого автомобиля, и такая страховка, она будет ездить, несмотря на изменение регистрационных знаков, ещё какой-то... Да, и потом, когда она завершится, соответственно, просто этот человек, новый же владелец, там, сам пойдёт оформить на себе страх. То есть, такой вариант тоже возможен, но никаким образом страховые компании от него не отговаривают, как, например, от продажи автомобиля, как, я прошу прощения за юридический, как бы, нонсенс, да, продажи автомобиля по доверенности. То есть, от этого отговаривают, потому что вы человеку передаете автомобиль, и дальше вас будет связывать мутная история с непонятным продолжением. Здесь никаких последствий не будет. Даже если новый владелец, который на этом автомобиле попадает в дорожно-транспортное происшествие, то страхователь имеет от этого какие-то минусы. Тот человек, который выступает в качестве страхователя. Минус он будет иметь, потому что в этом случае получается, что страхователем по договору являлся он, и, соответственно, малус, так небезызвестные штрафные санкции, они будут в отношении не на водителя, а на страхователя. Собственно, на всех, кто вписан в полис. На всех? Да. Даже на тех людей, которые просто допущены к управлению, тоже будет малус распространяться. только в этой страховой компании? Или сейчас у нас уже есть база? Ну, сейчас страховщики... Но мы к базе еще подойдем. Единной базы нет, но страховщики активно эту информацию сейчас обменятся между собой. Хорошо. По поводу вот этого бонуса малуса, ну, здесь же, по идее, очевидно, из милицейского протокола выходит, кто в данный момент был у руля, что называется. Почему все остальные граждане, оказавшиеся в этом списке, тоже имеют проблемы со страховкой на следующий год? Какая-то коллективная ответственность не совсем справедлива. Если можно в качестве страхователя еще подискутировать, что это вроде бы как тот человек, который владеет автомобилем, и он допустил своего безграмотного коллегу, родственника близкого к рулю, то остальные люди, которые там указаны в списке, то они-то как вообще, при чем? Ну, просто договор привязан к конкретному лицу, да, конкретно именно к страхователю. И поэтому, когда вы приходите продлять договор, там, собственно, в базе появляется именно номер этого договора, и, соответственно, была ли выплата осуществлена именно по этому договору. Поэтому, мне кажется, здесь просто уже человек, который является страхователем, то есть владельцем машины, должен более четко себе представлять, кого допускать к управлению. Да и против. Ну, понятно. То есть, в данном случае в выгодном положении находятся те люди, которые оформили неограниченную страховку. Именно так, да. То есть, они там не фигурируют никаким образом. Ну, это хорошо. В качестве страхователя выступает старая бабушка, которая не будет иметь правлю. Ну, таких случаев большое количество, это правда. Хорошо, переходим к справедливости. Выплат, к тому, что это вещь, которая зависит не совсем от страховщиков, но перед этим еще обсудим вопрос со страховыми компаниями, которые в тестовом режиме планируют запустить услугу вот эту. Ну, не услугу, скажем так, а проверить, как все это будет работать. Как это все будет выглядеть? Это договор между несколькими страховыми компаниями или это договор между участниками Российской страховой ассоциации, между членами? Как это все будет выглядеть? Ну, пока эти отношения никак не оконтурены, пока есть именно желание все-таки действительно именно протестировать до вступления в 1 марта систему уже как бы для всех, часть компании хотела бы это сделать немножко раньше. Но здесь очень многое зависит от того, будет ли, собственно, готова нормативная база, о которой я говорил. Потому что, собственно, эта идея возникла как бы в добровольном порядке такой эксперимент провести еще в 2005 году. И, собственно, достаточно была большая сделана работа с страховщиками, но когда они проанализировали собственно, текущую ситуацию, текущую нормативную базу, оказалось, что, к сожалению, этого они сделали как раз не могут без внесения изменений в законодательство. И, собственно, эта работа остановилась. Почему? Собственно, потом пошло это все по пути именно внесения изменений в законодательство, то, что было принято в прошлом году. Поэтому, если все-таки до конца года тот законопроект, который сейчас находится в Госдуме, поправки, в частности, налоговый кодекс, он будет принят, то, наверное, я не думаю, что это будет период слишком долгим, но 2-3 месяца, там, 3-4, может быть, месяца, возможно, что страховщики успеют такой организовать. По идее, скажем так, что-то подобное этой работе, вот такому сотрудничеству страховых компаний в данный момент уже происходит. И происходит, в принципе, с самого начала появления услуги по обязательному страхованию. Я имею в виду, что автомобиль, застрахованный по КАСК, участвует в аварии с автомобилем, ну, пострадал аварии от автомобиля, страхованного по ОСАГО. Тоже есть же здесь работа между двумя страховыми компаниями, а не между клиентами. Интересно, в чем разница, не одно ли это и то же. Ну, перед этим мы пообщаемся еще одним нашим телезрителем, а потом вернемся к обсуждению. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый. Это, меня зовут Сергей из Мурманской области. Очень приятно, Сергей, слушаем вас. У меня три вопроса к вам, вернее, к собеседнику. Первый вопрос, почему, если компания, вот у меня закончился этот самый страховой случай, закончился страховой случай? Полис. Полис вы имеете в виду? И в течение месяца компания за меня должна нести ответственность. Так ли я понимаю? Нет. А ГАИ меня штрафовало из-за того, что у меня как бы просрочено. Ага. На три дня. Понятно. Известная, кстати, вещь. Это первый вопрос. Так, и второй вопрос. Слушай вас. Второй вопрос. Я ехал в Питер, гнал новую машину. Угу. Вот. Меня остановили, ГАИ, опять же, объявили то, что у меня нет страховки вот этой. Где я буду в этом Питере искать, бегать страховку? Компания, ой, автосалон должен был мне этот... Нет, не должен. Не должен, да? Не должен. И в этом Питере поискать страховку, это не такая проблема. Так, слушаем дальше. И третий вопрос еще. Машину я вот сейчас застраховал и с меня сняли все. Что с вас сняли? Не понял. Вот я сейчас машину по новой застраховал, новую машину, и с меня сняли все вот эти льготные коэффициенты. То есть у меня стаж большой водительский, безаварийный. То есть я 4 года на той, на старой машине откатал без всяких проблем. А тут выходит, я новичок в этом деле. Понятно. Есть в этом определенная логика. Спасибо за три вопроса. На второй так или иначе ответили. На первый вопрос. Есть распространенное такое мнение. Вот сейчас хотелось бы понять до конца, что это. Это заблуждение или все-таки есть в этом логика. Заканчивается срок действия полиса по ОСАГО. Есть мнение о том, что в течение месяца, если автомобиль попадает в ДТП, и владелец вот этого автомобиля перезаключает за это время договор со страховой компанией, то он свою ответственность застраховал таким образом. Хотелось бы услышать мнение экспертное о данном случае. Могли бы дискутировать на эту тему до 1 марта этого года. С 1 марта этого года дискуссия прекратила свою целесообразность, потому что в закон введено новое понятие, теперь отсутствует так называемый льготный 13 месяц, поэтому закончился договор, все уже никаких... Закончились претензии? Да. Хорошо, тут в общем все четко, все понятно. И третий вопрос, который тоже назревает. Вроде бы как это обязательное страхование автогражданской ответственности, то есть гражданской ответственности человека за рулем. При этом полис и льготы на страхование привязаны, как ни странно, на мой взгляд, не к человеку, а к автомобилю. Как будто не человек управляет автомобилем, а автомобиль ведет какую-то независимую от него жизнь. Я поменял автомобиль, и вся история моя безаварийная уже никому больше не нужна. Теперь я как новичок, новобранец автомобильный продолжаю всю эту историю. Почему все-таки не привязывать все эти вещи к человеку? Об этом не был разговор, чтобы четко сделать так, что может быть даже при получении прав человек покупает себе полис автогражданской ответственности, страхование ответственности, просто как на себя. С возможностью управлять уже теми автомобилями, которыми он управляет. Какими теми? Акой или Камазом? Акой или Камазом? Ламборгини или Бугатти. Об этом речь идет. у человека, например, находится в личном пользовании, если бы справедливость, находится 6 автомобилей, которыми одновременно он не управляет. Я слышал он управляет одним. Вы знаете, был в свое время на эфире у Познера и был ровно такой же вопрос. Мне очень понравилось, как он сам ответил, даже не смог мешаться в дискуссию. Он сам ответил следующий человек, который позвонил. Он говорит, вы знаете, у меня есть НТВ плюс комплект, он стоит у меня дома и стоит на даче. Я, естественно, не могу его смотреть одновременно и на даче, и дома, но тем не менее я оплачиваю и просмотр дома, и на даче. Поэтому вот, ну... Хорошо, тем не менее, я как человек, который смотрит НТВ плюс или что бы то ни было еще, я имею в каких-то случаях определенные льготы как долгосрочный пользователь вот этой всей истории. Здесь при смене автомобиля я лишаю всех этих льгот. Но, с другой стороны, посмотрите на это другими глазами. Если у вас была аварийная история на старом автомобиле, она же здесь тоже прекращается? Ну, так это может быть и нехорошо, это может быть и поощряет как раз разгильдяйство, что проще поменять машину, чем вести себя аккуратно за рулем в данном случае. То есть, это плюсы для разгильдяев, но минусы для людей, которые действительно ответственно себя чувствуют за рулем. Давайте прервем нашу дискуссию и пообщаемся со зрителями. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня Максим зовут. Я так понял, вы уже эту тему подняли насчет того, почему страхуются автомобили, а не конкретный водитель, у которого есть стаж, нарабатывает, накатывает, такой опыт, и с опытом он должен быть менее, так сказать, аварийный, нежели человек, который только что сделал. И я считаю, что лошадиные силы и автомобиль АК или ЭС не имеет значения, нарушают правила и попадают в обладе и головы, а не мощность двигателя. Ведь у нас есть критерий мощности двигателя. И, значит, они сюда возвращаются. Такая ситуация. А у меня нет автомобиля. Вот нет автомобиля, у меня есть права. Я пошел к другу, друг сказал, я плохо себя чувствую, отвезти меня домой. А я не могу, потому что я не вписан к нему в эту бумагу. А если бы у меня была бы лицензия такая, я не знаю, на меня литинство, у меня нет ответственности на третье лицо. И я спокойно бы его отвез бы, и мне не нужно ни автомобиль, куда торговаться. Я понял вас. Спасибо за вопрос. Возвращаясь к моему коллеге, с которым я отношусь, конечно, с очень большим уважением, он очень авторитетный человек, но, к сожалению, в этой ситуации он ударился в популизм. То, о чем он говорил, то, что у него стоит на даче, дома, и, может быть, где-то еще у него стоит, это добровольная вещь, которую он волен ставить или не ставить туда. Если есть дача, то она не обязательно должна быть оборудована комплектом. Он сам для себя решает. Здесь, к сожалению, эта вещь обязательная. Если у меня есть автомобиль, я планирую им пользоваться, жить на этой даче и пользоваться этим автомобилем, то я обязан сюда поставить. Это не добровольная вещь. Это немножко разные. Разные истории, здесь нельзя их сравнивать таким образом, на мой взгляд. И в данном случае привязка к лошадиным силам, к мощности, по статистике, по вашей, вы проводите, на самом деле это оправданная вещь. То есть, что большие машины создают больше проблем, больше неудобств водителям или водителям окружающих средств. Им действительно сложнее управлять по статистике аварийной. Нет, ну, это скорее вопрос надо задавать при совете ГИБДД, насколько я понимаю. С одной стороны, эта машина более, конечно, защищена с точки зрения нанесения ей ущерба. Ну да, с другой стороны, она наносит ущерба больше окружающим. и плюс к всему, то, что вы говорили как раз по поводу того, что полис, он человека расслабляет относительно того, что он чувствует себя психологически более расслабленным за рулем, что, ну, в конце концов, попадут, за меня заплатят. Ровно то же самое и люди, которые ездят на мощных машинах. Вот они считают, что у них машина мощная, поэтому можно себя вести подобающим образом. Давайте мы тогда обратимся к примеру Познер еще раз. Вы собираетесь отдохнуть на каком-то курорте замечательном. У вас есть два варианта. Заплатить 500 долларов за двухнедельный или сейчас на цены в рублях, если называть, то там что-то аналогичное, там 15 тысяч рублей, скажем так, за отдых в каком-то неказистом отеле. Или есть возможность заплатить сумму в пять раз выше за проживание в отеле, скажем так, более серьезного уровня, где вы получаете сервис, возможности и все-все-все по более высокой планке. Если переводить эту аналогию на страхование автомобилей, на обязательное страхование ответственности, то получается так, если я езжу на Оке и плачу там свои небольшие деньги, потому что она малой мощности и все такое прочее. Я езжу на автомобиле мощностью, скажем так, по самой высшей категории у нас, по которой оцениваются, то, по идее, и ответственность моя должна быть разная немножко, потому что в случае езды на Оке я заплатил за вот это вот, такую сумму, а в случае езды на автомобиле громадном, мощном, я заплатил другие деньги и хотелось бы, чтобы ответственность моя была пропорциональна. А так получается, что и владелец Оке и владелец очень мощного и серьезного внедорожника имеют одну и ту же, как бы, тот же лимит ответственности по страховке. Ну, если проводить эту аналогию, нас уж мы коснулись. Не, но это лимит, который должен позволить покрыть убытки, которые вы нанесли. Логика очевидная, логика очевидная, что если машина более мощная, то она, соответственно, больше повреждений наносит. Но так, может быть, тогда продолжим эту логику и в размер страхового возмещения? Нет, в размер страхового тарифа, скорее, не в возмещение. А по тарифу, действительно, если вы нанесете больше ущерб, чем владелец Оке, естественно, вы в следующем году заплатите и больше тарифов. По тарифу, да. Но почему выплаты по страховке одинаковые? У человека, который платит до 5000 рублей и у человека, который платит сильно больше. Почему у них одинаковые выплаты? Они же разные услуги заказали. Нет, вы заказали услугу, вы не страхуете свое имущество, вы страхуете свою ответственность. Поэтому гражданин, в котором вы въезжаете, ему, На АК вы в него въехали или на Мерседесе? Главное, чтобы денег по страховке хватило отремонтировать его автомобиль. На АК я при всем желании не въеду в него так, чтобы нанести ему то, что страховщики называют отталем. Лимит на покрытие должно хватить. Это самая для него принципиальная вещь. Лимит на покрытие должно хватить. На АК лимит на покрытие сложно разбить машину, управляя АКой. Чью-то чужую машину дороже, чем на эти деньги. На внедорожнике нам, мощным согласиться, это сделать проще. У нас еще один звонок есть. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Да, мы вас слушаем уже. Алло, здравствуйте, вы слышите, да? Прекрасно слышим, говорите уже. Меня зовут Карен, вот я из Петербурга звоню. Вот такой вопросик. Вот, к примеру, если я застрахован по ОСАГО, да? Так. И в меня врезается просто человек на мопеде, у которого даже, может быть, и нету даже прав. Я вот как раз сегодня по дороге к эфиру видел такую ситуацию. Человек на мопеде участвовал в аварии прямо напротив нашего телецентра. Да, есть такая история. В любом случае, кто выплачивает мне страховку, если моя машина повреждена серьезно очень. На мопеде. Ну, я так понимаю, что никто? Ну, надо посмотреть, просто мопеды не попадают. Они под... Мопеды, ну, владельцы мопедов, они не обязаны получать права на управление этим транспортным средством. До 50 кубических сантиметров, что, конечно, для меня является полным удивлением. Если эти мопеды двигаются по дорогам общего пользования, то как они могут двигаться, не зная правила движения по этим дорогам общего пользования? Они очень часто становятся причиной разных дорожно-транспортных происшествий. Иногда провоцируют аварии автомобилей других из-за своих, как бы, маневров. Сложно обвинить человека, который не обязан знать правила дорожного движения, в том, что он их нарушает. Очень сложно обвинить. Ему их никто не рассказывал, никто не требовал их знания. Поэтому, конечно, вот это вот такой нонсенс, как движение по нашим дорогам мопедов с людьми, которые не умеют ими управлять именно по правилам. Не знают, как надо проезжать эту дорогу. Ну, конечно, некий нонсенс для меня. В данном случае, как я понимаю, если... А там, ну, посмотрите, если правильно помню, там в законе записано, что транспортное средство, если скорость у него до, по-моему, 15 км, то оно не страхуется. Но там даже государственных регистрационных знаков нет на этом, транспортное средство. Нет, это исключить только к владельцу мопеда, да, соответственно, уже там по суду. Дай Бог, чтобы он оказался материально обеспеченным человеком, чтобы восстановить машину было в его силах. Ну, я думаю, что в согласии, может быть, действительно, мы подойдем к тому, чтобы расширить круг страхователей, соответственно. Ну, я бы в данном случае подошел бы шире к тому, чтобы расширить круг людей, управляющих. Чем бы ты не управлял на дороге общего пользования, ну, тогда у тебя должны быть права хотя бы просто на знание правил дорожного движения. Потому что человек, который не имеет этих прав, его и спросить за это нельзя. Ну, в конкретной ситуации, вот сейчас стоят несколько автомобилей, лежит водитель этого мопеда, слава богу, живой, но не особенно здоровый. Ну, это не очень правильно, вот такая вот история. Такая ситуация. Ну, возвращаемся к тому, о чем нам еще говорить, говорить и говорить. О страховании. О том, что, ну, вроде бы как с внедорожниками и с другими. И, на мой взгляд, не такая уже исключенная тема была бы все-таки страховку привязать к человеку, а не к автомобилю. Ну, все-таки, как уже... Возможно, это сужает страховую базу. Возможно. Нет, дело даже не в этом. Я думаю, что с учетом того, что 5 лет это срок относительно небольшой, да, я думаю, что ОСАГД все равно будет продолжаться совершенствовать даже и после Европротокола. Прямого регулирования. Я думаю, что, может быть, в конечном итоге мы дойдем и вот до реализации этого принципа. Ну, я согласен, да, что здесь возникает вопрос. Все равно это вопрос. От него нельзя отмахнуться. Как вот, если человек управляет автомобилем мощностью 50 сил и 500 сил, как с него высчитывать эту страховую премию? Сколько он должен платить? Какой взнос он должен... Это вопрос, да. Ну, точно так же и другие вопросы. Да, как человек там лишается льгот или там лишается минусов, которые... Ну, было бы неплохо, во всяком случае, понять этот момент. Дальше мы переходим к обсуждению, вот о чем мы начали говорить, о том, что, в принципе, есть же прецеденты работы по урегулированию убытков по прямому тех клиентов, которые застрахованы по КАСКО. То есть страховая компания восстанавливает им автомобиль, после чего, я не знаю, как это правильно юридически называется... Субрагация. Как? Субрагация. Выставляет субрагацию. А, ну, я бы это назвал регрессом, да. Я знаю такое слово, субрагация. Более умное слово, субрагация. Я постараюсь его звучать. Хорошо. Вот выставляет субрагация. В принципе, есть же такой прецедент работы. Что мешает работать по такой же схеме в рамках ОСАГО-ОСАГО, а не КАСКО-ОСАГО? Ну, ничего не мешает, кроме того, что КАСКО это вид страхования добровольный. Соответственно, страховщики, на самом деле, имеют свои собственные правила. Все законные, скажем так, возможности истребуют с компанией... Любые документы. Любые документы, которые там приняты именно в этой компании. То есть единого стандарта по КАСКО, естественно, у разных компаний нет. В ОСАГО, получается, это свой единый перечень документов. И поэтому, получается, очень часто, действительно, бывают спорные ситуации, когда компания по КАСКО выплатила своему клиенту, выставляет регресс страховщику по ОСАГО, он говорит, что нет, а ты мне еще представь это, это, и это, и так далее. И это все заканчивается долгими спорами в судах. Между страховыми компаниями? Да, конечно. Я думаю, что ворон с вороном общается гораздо более вежливо. Ну, насчет воронья. Нет, воронья я не буду. Просто рыбак, рыбака, как угодно. Нет, это первая причина, по которой страховщикам тяжело регулировать такие взаимопонарки. Вторая причина, это то, что, опять-таки, страховщик по КАСКО, выплатив своему клиенту деньги, причем, выплатив, естественно, от щедрот своих, дабы клиенту ублажить. Оставить из себя. Да, и, соответственно, вставляет счет страховщику ОСАГО. Тут, когда смотрит счет, говоришь, подожди, подожди, а кто тебе так насчитал? Это все к вопросу. Вот вернемся к этому вопросу. Очень интересный вопрос. Вы буквально уже, что называется, сняли с языка. Пока у нас еще один звонок есть. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Александр, я из города Ишкарабы. Слушаем вас, Александр. Следующий вопрос. Кто компенсирует потерю товарного вида? Кому? По терпевшему. Терпевшая компания или виновник ДТП. По какому риску вы застрахованы? По ОСАГО, по КАСКО? По ОСАГО. По ОСАГО. У вас новый автомобиль? Да, новый. Новый. Хорошо. Спасибо за вопрос. Как в данном случае идет речь? Потеря товарного вида. Она не страхуется? Нет, она не страхуется по ОСАГО. Более того, в последних поправках, которые были приняты, вступили в силу с 1 марта, достаточно ограниченный перечень тех услуг, которые оплачиваются страховщиками. Зафиксированы. И утрата товарной стоимости там не присутствует. И вообще, если посмотреть на международный опыт, на братьев наших славян, у которых приблизительно аналогичен автопарк, у них в законодательстве прямо записывают, что утрата товарной стоимости просто не возмещается, не относится к риску по ОСАГО. Это все-таки вещь, которая относится к КАСКО, если у вас это прописано в договоре со страховщиком. Поэтому, в данном случае, действительно, надо, получив выплату по ОСАГО, если вы считаете, что там еще должна быть утрата товарной стоимости, значит, надо это предъявить уже причиной вреда сверху этой выплаты. Понятно. Ну, я думаю, что это можно считать исчерпывающим ответом на этот вопрос. По поводу выплаты. Существует мнение, что в рамках страховых выплат существуют некие двойные стандарты, о чем мы стали говорить. Что клиент по ОСАГО получает компенсацию, скажем так, порядка 70% реально затраченных на ремонт денег, если он сам их ремонтирует. Если же другая страховая компания обращается с таким же иском, то она получает все, что, собственно, просит. И вот в данном случае работа идет таким образом, что здесь клиенты страховой компании, они как бы находятся в таком, ну, не то, что в ущемленном положении. Ну, в положении людей, ну, не второго, конечно, сорта, но явно не первого уже. А вот страховые компании друг с другом вроде бы как этот вопрос решают без проблем. Я бы вас с большим удовольствием пригласил бы на один из наших комитетов, когда страховщики между собой обсуждают, кто кому сколько должен. Ну, хорошо, что не доходит до стрельбы. Как все это происходит? В чем проблема основная? Проблема в том, что страховщики, ну, первое, я сказал, что пакет документов, да, потому что он не стандартизирован, не унифицирован. Хотя в рамках РСА в прошлом году там договорились о создании добровольного соглашения, по которому как раз и определяется тот стандартный пакет документов, который достаточен для предъявления иска, ну, там, регресса по ОСАГО. Правда, на сегодняшний день к этому соглашению подписалось присоединение только 45 компаний из 170, но вот они, насколько я понимаю, действительно сейчас гораздо более скорыми темпами получают возмещение. Но вот проблемы, связанные с технической экспертизой, действительно, они остаются вот... У нас, как я понимаю, у нас нет единого стандарта проведения этой экспертизы. Именно так. У нас есть люди, имеющие лицензию, которые могут, ну, если так условно говорить, пойти тремя разными путями. Получить минимальную стоимость повреждений, получить максимальную стоимость повреждений. Ну, и, скажем так, третий некий вариант, действуя в рамках методик, просто немножко отличающихся друг от друга. Их, на самом деле, четыре, насколько мне известно. Они в разной степени востребованы, но, тем не менее... В зависимости от того, какая цель стоит перед оценщиком, получается. Да, фактически так, потому что бывает действительно ситуация, когда клиент приходит в страховую компанию, она ему назначает проведение независимой экспертизы. Тот получает счет, калькуляцию, и клиент говорит, что нет, меня выплаты это не устраивает. Там, условно говоря, посчитали ему 15 тысяч рублей. Он, по, собственно, закону, имеет право пойти в... Сам назначить независимую экспертизу. Да, соответственно, он за нее платит уже сам. Естественно, оценщик как бы заинтересован, чтобы клиент ушел доволен. Да, и там, условно говоря, цена 45 тысяч рублей. Ну, так интереснее. Он же не 30 тысяч заплатил. Не-не-не, это понятно. Конечно, интереснее. Не, заканчивается тем, что страховая компания по закону платит ему неоспариваемую часть, то есть те самые 15 тысяч рублей, и гражданин не удовлетворен, идет в суд. За 30 тысяч рублей? Да. Соответственно, суд, как инстанция, собственно, не занимающаяся подобными родами экспертизами, говорит, что, ребят, я не знаю, кто прав из этих оценщиков, поэтому я назначаю свою экспертизу. И при Минюсте, при Центре судебной экспертизы есть специальные эксперты, которые проводят для таких именно случаев экспертизу. Соответственно, если эта экспертиза будет, условно говоря, на 25 тысяч рублей, то гражданин этому и назначат только 25 тысяч рублей. И никак не те 45, которые ему насчитали. Ну, уже не 15 хотя бы. Хорошо, еще один звонок у нас есть. Еще один звонок у нас есть. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день, меня зовут Алексей, я житель города Санкт-Петербурга. Очень приятно, Алексей. У меня вопрос, ну, во-первых, комментарий и вопрос. Комментарий по поводу лошадиных сил, я приведу простой пример, который у меня. Я приобрел недавно автомобиль Audi стоимостью примерно миллион рублей. С мощностью 102 лошадиных силы. Так. Точно так же я мог бы приобрести за эти деньги, например, МАНСу ЭПС, трешечку мощностью с 260 лошадиных сил. Все же самые деньги. Ну, не будем говорить про налоги, которые, в общем-то... Так, надеюсь. Почему? Не будем говорить про КАСКО, которая точно так же исчисляется, опять же, от лошадиных сил. И не будем говорить... Точнее, будем говорить об Астаге. Ага. Вот. Я, например, на своей машине, наверное, смогу нанести больший... Меньший-меньший в разы, причем, ущерб, чем, так сказать, ехав те же самые разрешенные 60 км в городе на, предположим, более сильной машине примерно такой же стоимости. Сразу скажу, что по КАСКО это замещать будут, ну, собственно говоря, стоимости. Это комментарий. А теперь вопрос, который потребует комментарий от вас. Ситуация совсем недавно произошедшая. Самое, ехал я по трассе, банальная история, попал камень в бампер, там небольшие незначительные повреждения, значит, бампера. Ну, поскольку автомобиль у меня новый, естественно, вон, показка, возникло небольшое желание, так сказать, отремонтировать эти повреждения. И, так сказать, начали моторство мои со звонка в страховую. Я поинтересовался, что же мне делать теперь, в общем-то. Подняли мой договор, выяснилось, что не распространяется, так сказать, без справок на вот эти повреждения. И необходима справка из ГАИ о том, что произошло вот такое вот событие. Ну, что я бы поинтересовался, где же я возьму вам ГАИ, если, собственно говоря, событие-то произошло. Я уже приехал, собственно говоря, на место, увидел по факту повреждения. ГАИ, естественно, не поедет ко мне. Так сказать, в частной, приватной беседе мне девушка подсказала, что я могу обратиться не в ГАИ, а в РУВД местное. И, так сказать, представить этот случай как, так сказать, хулиганство чьё-то. Хулиганство, да, это верно. Ну, в общем-то, видимо, мне, очевидно, придется идти по этому пути, хотя мне это неприятно, поскольку я законопослушный человек. Я не хочу. Ну да, вы сейчас выступаете как типичный мошенник. Да, да. Да, это факт. И я вынужден это делать, потому что иначе я справку из ГАИ не получу никогда. Естественно, я не получил страховку. Я не понимаю, за что я заплатил в данном случае. Вот. И хотелось бы услышать ваши комментарии и, возможно, какие-то руководства действию, как поступить, да, как, может быть, есть какие-то способы заставить тех же ГАИшников, так сказать, выполнить свою работу, да, поскольку это, я считаю, их работа, так сказать, зафиксировать вот этот момент. Мерить всего лишь нужна справка для страхования, более. Угу. Услышали ваше мнение. К сожалению, действительно распространенная вещь. Камень на дороге или ситуация тоже достаточно распространенная, когда человек паркуется около супермаркета, выходит, загружает там покупки, садится в машину и потом спустя какое-то время понимает, что на противоположное от зоны его внимания стороне кто-то тележкой своей машины приложился и нанес повреждение. И вот человек становится перед непростым выбором. Кем стать? Мошенником, вот типичным мошенником, человеком, который будет создавать некую махинацию, для того, чтобы компенсировать свои убытки. Либо стать человеком, вынужденным оплатить стоимость ремонта самому, несмотря на наличие КАСКО. Хотя ничего нарушающего закон он не сделал, вот такая ситуация его толкает на то, чтобы как пойти быть честным, но без определенной суммы денег или остаться с деньгами. Но при этом пойти на мошенничество, действительно, это же мошенничество, это не от размеров не зависит, как называть это. Мошенничество не в особо крупных размерах, но тем не менее. Насколько я понимаю, у некоторых страховых компаний есть некий лимит, скажем так, выплат без оформления, без справок. Какое-то количество деталей в год. Вот я не знаю, там... Ну, разных компаний по-разному. Ну, во-первых, это касается КАСКО, а не ОСАГО. КАСКО, да-да-да, мы ОСАГО здесь не затрагиваем. Вот, все-таки, мне кажется, наши граждане еще пока недостаточно внимательно относятся к договорным отношениям. Прочтение договора. Абсолютно верно. Да. Поэтому, собственно, здесь бы ничего новационного для человека не было, если бы он знал, что по договору он обязан представить эти справки. Поэтому первое при заключении договора надо на эти вещи, конечно, обращать внимание. И, соответственно, если это уже изначально некомфортно человеку, он понимает, что возможно подобные ситуации, значит, надо искать компании, которые не требуют справок по всякому мелкому. Ну, скажем так, имеют некий лимит, который они покроют без таких справок. Иногда это действительно вот такие ситуации. Иногда это ситуация, когда какой-то грузовик царапает, да, есть виновник, есть все, но, к сожалению, нет времени. И человек может принять комфортное для себя решение. Вот этот случай я оформлю, как раз пользуясь своим лимитом на одну, две, три детали в год. Да, но рекомендации давать никаких, наверное, не будем, потому что уже с участием в мошенничестве будет. Ну, а какие рекомендации здесь дать? Я просто, я не хочу дать рекомендации. Ему уже дали рекомендации. Ему дала уже девушка, которая выступает в данном случае как соучастник его преступления. Мы воздерживаемся. В страховой компании ему дала все рекомендации, поскольку там уже у вас преступная группа сколочена. Я думаю, что еще два комментатора в этом плане будут лишними. К тому же ответственностью уголовную нести за вас. Но я не хотел бы проходить по делу потом, как человек, дающий вам вредные советы. Еще один есть звонок у нас. Здравствуйте, а вы в эфире. Здравствуйте. Меня Сергей Завуслан Петербург. Очень приятно, Сергей, слушаю вас. Здравствуйте, Артем. Хочу поблагодарить вас за передачу. Спасибо. Нужна консультация вашего эксперта. Договорились. Пожалуйста, такая ситуация. Значит, вот вы недавно про мопеды говорили, да? Про мопеды, да, говорили. Да, вот, значит, проезжает такой же мопед, мопед какой-то, я не знаю, кто это проезжает. У меня машина Porsche Cayenne, понимаете, да? Представляете? А вторая BMW X5. Черный на красной коже. Да. Ну, грубо говоря. Это не важно там, ладно. Я ехал на Porsche Cayenne, значит, пропарывает мне ручкой с зеркалом, значит, пол двери человек. Я вызываю ГАИ, значит, ДТП, все. У человека прав нету, как говорится, там, неизвестно, 50 кубиков у него там, или у него там, там, еще там, 80, не знаю. А это не важно, у него прав нет. Да, у него прав нет, там двигатель никто не проверит, соответственно. Это я понимаю. Скажите, пожалуйста, ГАИ составила протокол. Я пошел в страховую компанию, сказал, что вот у меня человек, значит, то-се, его тоже там взяли данные. Я пошел, там, оформили все, все замечательно, все прекрасно. Человек не приходит просто на суд. Куда дальше обращаться? Я прошу прощения за наивный вопрос. Каска нет? Каска у вас нет? Что нету? На Cayenne каска нет у вас? Нету, нету каска, ОСАГО. Только ОСАГО? Да. Фух, сложный вопрос. Но не буду говорить, что не надо было выпускать этого владельца мопеда из багажника, пока он не оплатит деньги. Мы все-таки в другой стране живем, а в другое время. Но, тем не менее, судебная практика по истребованию денег с таких нежелающих оплачивать свою вину товарищей, она, по-моему, все-таки сейчас у нас прогрессирует. Я так понимаю, что и у страховых компаний есть ситуации, когда они выставляют регресс частным лицам. Например, когда человек, который управлял транспортным средством, не был допущен к управлению. Либо он был в пленном виде, соответственно. Да, страховая компания оплачивает ущерб, после чего предъявляет регресс этому человеку. То есть, в практике есть, наверное, случай обращения к таким людям, которые не хотят исполнить свои обязательства. Не очень результативные, но есть, действительно. По поводу судей, насколько я понимаю, при неявке, условно говоря, в третий раз, они все равно должны решить в отсутствие виновной стороны. И, скорее всего, признать его виновным, вынести штраф, который он должен заплатить. Дальше судебные приставы, но там уже все зависит от их фантазии. Ну, если есть что брать, то, соответственно, судебные приставы... Сейчас, поскольку эта система развита... Мопед, дождите, мопед же был. Мопед был? Но Каен и мопед. Да. Разные, очень разные. За Каен сколько мопедов можно надавать? Ну, хотя бы за дверь даже. Вопрос в том, что, в принципе, сейчас система более развита. Если человек не совсем уже люмпент какой-то, да, если он имеет какое-то место проживания, если у него есть планы выезда какие-то за границу, то, ну, надо понять этому человеку, сколько будет стоить дверь от Каена, и сколько он потеряет в результате того, что у него будут реальные проблемы с разными-разными вещами, потому что государство, и, наверное, это отрадно, да, все-таки сейчас обращает внимание на таких людей и не делает вид, что да пусть они живут, но у них нет денег, они не платят. Сейчас все-таки этими людьми занимаются. Но насколько это перспективно, насколько ваш случай как раз подходит, это, ну, всегда вопрос. Потому что человек на мопеде, скорее всего, это еще молодой товарищ, у которого в поле ветер и в голове там дым и все такое, ему пока не до этого. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. У меня, знаете, какой вопрос? У меня BMW X5. Машина пока, к сожалению, не была застрахована. Год назад произошла авария, в которой виноваты мы не были. Значит, подали, соответственно, страховую компанию виновника аварии. Компания называется General Reserve. Значит, авария произошла 9 июня 2007 года. Вот деньги, 120 тысяч рублей, я жду до сих пор. Когда я к ним обратилась, они на меня так посмотрели, говорят, ну, подавайте в суд, говорят, ну, и что? Здорово. Больше года они не могут возвратить 120 тысяч рублей. А причина? Они называют вам причину, по которой выплата не происходит? Вы знаете, перед новым... Нет, не перед новым годом. Сейчас я вам скажу, когда в январе месяце они сказали о том, что не был составлен план какой-то... Ну, не была ли подстроена авария? Я вот точно не помню, как это называют. Не была ли подстроена авария? Да. И вам надо доказать, что это не была подстроена авария? Мне доказывать не надо было ничего. У них должна была бы какая-то комиссия с этой темой поработать. Но это вот было в январе месяце вот этого года. После этого они мне как бы ждите, ждите, ждите. И вот я жду до тех пор. То есть четкой мотивации, почему это было бы тут нет, вам не предоставили? Нет, нет, нет. Они мне прямым текстом сказали, хотите обращаться в суд? Говорят, обращайтесь. Говорят, вы не первая. Вы не первая, не вы последняя. Очень интересная политика. Наверное, да. Хорошо, тогда передаю слово моему сегодняшнему собеседнику. Андрею Баторкину, висепрезиденту Российской Ассоциации Страховщиков. Что в данном случае? Ну, в подобных случаях, если компания задерживает выплату, в конце концов, прежде чем обращаться в суд, можно обратиться либо в службу страхового надзора, либо обратиться в наш союз. Просто жалобы с описанием ситуации, с объяснением, что как произошло ДП, и компания не платит. В этом случае мы делаем запрос в компанию, либо она аргументированно отвечает, собственно, почему она не платит. Слово говоря, что здесь есть признаки мошенничества. Но на это, соответственно, должно быть заключение трассологической экспертизы. То есть, это специальных людей, которые проверяют следы машины на трассе, проверяют повреждения, не подстроены ли ДП и так далее. То есть, опять-таки, не решение страховой компании, а экспертиза, которую сделали специальные обученные люди. И если оказывается, что компания не платит вовсе не по этой причине, мы просто компании, скажем так, рекомендуем заплатить. Это бывает результативно. Поэтому, если Светлана обратится в наш союз, я думаю, что эту ситуацию мы урегулируем. Просто есть достаточно большое количество случаев, которые разные стороны представляют по-разному. И примерно в процентах, ну так в 50 из них, выясняется, что правда, она, как всегда, не где-то там, она где-то посредине. Что-то одним людям кажется одна ситуация, другим другая. У нас не первый эфир по поводу страхования. Приглашали представителей разных компаний, по поводу которых приходили к нам в эфир письма о том, что жуткие негодяи, кошмарные люди, не платят мне деньги. Но были и случаи, действительно, что задержки. Были и случаи, когда действительно здесь были нарушения в оформлении, чего-то, чего-то еще. У нас еще один звонок есть. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. У меня новый автомобиль. Так. И мне на автомобиль, соответственно, кредитный, мне на парковке ее зацепили. Я обратился в свою страховую компанию «Показка». Так. И поинтересовался, при ремонте, при таком обращении, будет ли у меня на следующий год повышающий коэффициент. То есть мне деваться от них некуда, на следующий год я не успел начаться по кредиту. Мне сказали, что да, на следующий год страховка будет мне дороже. То есть у нас в Конституции записано презумпция невиновности, но здесь меня делают виноватым за кого-то. И я опять за кого-то плачу. Мне также сказали, обращайтесь в суд, куда угодно. То есть... Понятно. А как вас зовут, откуда вы нам звоните, что за автомобиль, что за страховая компания? У меня Максим, я живу в Москве. Автомобиль у меня Kia Sorento, а страховая компания, бывшая нас, а сейчас Цюрих они отзываются. Ага. Спасибо. Хорошо, спасибо за вопрос. Как в данном случае рассматриваются вот такие случаи? Ну, достаточно стандартная ситуация с точки зрения именно того, что это договор КАСКО. Компания сделала выплату, соответственно, сделав выплату, естественно, на следующий год она устанавливает повышающие коэффициенты для человека. Другой вопрос, что человек говорит, что я же брал кредит и был обязан у них застраховаться. Но вы же брали кредит, это тоже как бы добровольная вещь. То есть, в данном случае, правильно ли я понимаю, с какой бы стороны не произошел удар в ваш автомобиль и как бы вы не были виноваты, если по КАСКО происходят выплаты за ваш автомобиль, то на следующий год страховка вам будет стоить дороже. Да. При любом варианте. При любом варианте. Понятно. Хорошо, серьезный такой удар по рынку страхования. Почему нового? Абсолютно ничего нет, это практика общемировая. Практика общемировая, по идее, если мы говорим о том, что у нас сейчас рынок страхования по ОСАГО, он, скажем так, охватывает 100% транспортных средств, то в любом случае, если кто-то зацепил твой автомобиль, то кто-то есть уже человек, который виноват в этом. Который в этом виноват. И ему будет выставлен регресс автоматически страховой компании, которая застраховала этот автомобиль по КАСКО. Соответственно, при чем здесь тогда человек? Почему же ему повышающий коэффициент водитель? Я понимаю повышающий коэффициент по ОСАГО. Здесь даже обсуждений нет никаких. Если человек, прошу прощения, дороги не видит и сшибает все, что на его пути, да, такому человеку должны быть повышающие коэффициенты. Причем даже при смене машин, я считаю, что он не должен избавляться от таких коэффициентов. Ну, а здесь человек-то вроде как ни при чем. Но платить он должен. Ну, выплата, тем не менее, была произведена. По этому страховому случаю, значит, компания понесла убытки. Да, и, соответственно, естественно, как некие штрафные санкции, она, считая, что этот водитель приносит ей убытки. Убыточный водитель, несчастливый. Да, именно так. Только по этой причине. Хорошо. Ну, и возвращаясь, мы говорили про суд, про назначение разных экспертиз. Нет ли случайной ситуации, при которой мы придем к некому единому экспертному институту, который будет выдавать некое единое по стране экспертное заключение о стоимости восстановительных работ? Мы очень сильно рассчитываем, что действительно мы к этому придем. Причем придем не позднее, 1 марта 2020 года, потому что если это не произойдет, то очевидно, что прямой регулирован просто не заработает. Потому что будут ситуации, когда... Всегда будет мотивированный повод отказать. Нет, просто будет, да. Занести цифру. Нет, просто у страховщиков, у своих страховщиков появится стимул, естественно, заплатить своему клиенту, да, но обратишь страховую компанию уже за возмещением, она будет получать отказ и доводы, что выплата была завышена, оценена не так и так далее, и так далее. Другого, что беда, к сожалению, рынок ОСАГО заключается в том, что вот мы обсуждали 5 лет, да, как некие итоги. Может быть, из того, что не удалось сделать, самое, наверное, такое больное место, это как раз то, что так за 5 лет и не создана эта единая система оценки ущерба и единый реестр экспертов техников. Да, к сожалению, вот серьезная проблема. Ну, в свое время страховщики предлагали это отдать на рынок, чтобы это было сделано либо на базе ОРСА, либо на базе каких-то других структур, но чтобы все-таки продвижки произошли. Критерии оценки должны быть одни, чтобы не было кривотолков, кто как оценит, кто что делает. Но, к сожалению, так как в законе было записано, что эта функция закреплена за определенными государственными инстанциями, которые до сих пор пока... Не шевелятся пока, скажем так. Ну, вот, насколько я понимаю, к 1 марта все осознали, что иначе закон просто не будет работать. Я думаю, что это в том числе ударит по имиджу государственных органов. Да, безусловно. Нет, сейчас они активизировались, и сейчас уже идет активная работа по созданию этой единой методики оценки ущерба. Имидж некоторых государственных органов уже сильно болит, как по нему часто что бьет. Но у нас есть еще звонок один. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот у меня год назад была авария на рынке садовод. Вот, как бы меня прознали виноватом в этой аварии. Вот, и значит, через некоторое время мне пришла бумага от страховой компании, Макс, о том, что я должен разместить в компанию 8 тысяч рублей за ущерб. Ага. А, скажем так, по фактуре этого случая, вы управляли автомобилем, вы были внесены в полис, автомобиль за страховую по САГО? Да. Так, а мотивация, почему вы должны 8 тысяч? Ну, якобы я должен возместить компанию за то, что она выплачила, сделала ремонт в второй машине. Ага. Хорошо, спасибо за вопрос. Как-то удивительно. У меня просто пересекается. Вопрос здесь еще с одним. Должен ли я возмещать ущерб страховой компании при ДТП, если в ДТП был виноват я сам, спрашивает Александр из Московской области. Как вот в таком случае? У него был полис ОСАГО? Да. Нет, сам нет. Там за ним стоит страховая компания, которая должна соответствовать. То есть, какие бы повреждения ни были, если они находятся в рамках его ответственности по ОСАГО, то никто с него истребовать ничего не может. Никакая страховая компания. Нет, компания может к нему обратиться, если она не знает, что у него существует полис ОСАГО, и по которому за него должна ответить другая страховая компания. И поэтому мы всегда обращаем внимание автовладельцев, что при ДТП, независимо от того, вы виновны ли в этой аварии, пострадавшие ли вы, обязательно известите свою компанию о том, что этот случай произошел. Чтобы они, во-первых, у себя это зафиксировали, и во-вторых, обязательно во всех документах, которые составляют представители ГИБДД, либо в извещении ДТП было записано, что у вас есть полис ОСАГО. Соответственно, компания, получив эти документы, компания Показка, и увидев, что есть компания, которая должна погасить этот ущерб, она прежде всего обратится в страховую компанию. Если этого не происходит, если человек требует эти деньги и даже обращается в суд, человек должен тогда в соответчике обязательно привлечь страховую компанию, которая погасит его задолженность. Понятно. То есть, я так понимаю, что это может даже решиться в досудебном порядке. Да, конечно. Обычно так и происходит. Еще один звонок у нас есть. Здравствуйте. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Моя фамилия Жуковец. У нас было дорожно-транспортное происшествие. Виновник этого ДТП был со страховой компанией Рекон. У страховой компании была отозвана лицензия. Мы собрали комплект документов и подали в Российский союз автостраховщиков вместе с заявлением на компенсационную выплату. Все документы были получены от союза в начале июня. И вот прошло уже почти два месяца, и никакого решения нет. Насколько мы знаем, РСА должны в течение 15 рабочих эфира смотреть заявление, либо дать согласие на выплату, либо отказать. Понятно. Ну, спасибо. Мы подходим к очень важной части нашего разговора, как раз под конец эфира, чтобы у него был еще более серьезный смысл. Про те страховые компании, которые нас оставили в одиночестве, мы сейчас отдельно поговорим. Ну и конкретно по этому случаю. Понятен вопрос? Да, нет, вопрос понятен. Там, к сожалению, девушка по фамилии Жуковец не представилась, как ее зовут. Я бы ей рекомендовал тоже просто позвонить в союз и уточнить данные по своему страховому случаю. А насчет 15 дней, это некоторые заблуждения. Собственно, по выплатам из компенсационных фондов жестко не установлены сроки. И более того, сейчас не 15, а 30 уже, если брать страховые компании. Значит, почему такая задержка могла иметь место, если даже все с документами нормально? Просто это связано с тем, что за последние 4 месяца с рынка ушло 3 достаточно крупных страховых компаний. Две из них очень крупные. Это компания инвесторов Агрон, это компания 4-го десятка или 5-го десятка на рынке компании. Компания Рекон и компания Зенит. Причем эти компании ушли, что называется, абсолютно по-английски. Особенно как раз компания Рекон, которая ни рубля, собственно, не заплатила по обязательствам перед клиентами, перед своим уходом. Это хороший бизнес на самом деле. Да, к сожалению, наше обращение в правоохранительные органы пока не на рассмотрении. Мы надеемся, что там будут приняты какие-то решения в отношении руководства этой компании. И более того, президент этой компании, госпожа Казакова, она, насколько мне известно, является преподавателем кафедры в Плехановке. Да, о чем мы, собственно, уведомили и эту уважаемую организацию, что все-таки точно не уверен, что человек, который возглавлял страховую компанию, которая, извините за выражение, кинула клиентов миллионов на 300, по нашим оценкам. Рублей. Да, рублей. Ну, слава богу, рублей. Что она соответствует... Имеет моральное право преподавать. Да, но нам был дан ответ, что бизнес это одно, а преподавательство это другое. Поэтому вот они ее пока не трогают. Вот, вместе с тем, что мы надеемся, естественно, что какую-то ответственность там она понесет. Может быть, даже найдутся какие-то средства. Хотя очевидно, что большую часть средств будем выплачивать мы. И, к сожалению, вот сразу уход с рынка этих трех компаний, он действительно... Тяжелым ударом стал. Да, серьезная нагрузка просто на наш персонал, потому что у нас работает в управлении компенсионных выплат 15 человек. А объем обязательств, которые нам оставили эти три компании, он где-то, наверное, составляет миллионов 500. И при этом количество страховых случаев, которые нам уже было передано вот этими компаниями, причем, правда, частично, потому что часть они документов просто выбросили в помойку, и они в установлении уже не подлежат. Но даже те документы, которые нам передали в итоге эти страховые компании, это порядка 5000 дел. Причем они передавали их без описи. Все в мешках. Да, в мешках. Поэтому потребовалось время, чтобы составить опись, их систематизировать и так далее. Поэтому, действительно, задержки такие бывают. Но, к сожалению, у нас... Мотивация есть, почему эти задержки. Существует, насколько я знаю, выплата у всех членов Российского союза автостарховщиков, какие-то обязательные выплаты в этот союз, как раз на случай таких вещей. Если вы в следующем году собираетесь покинуть наш союз, и заодно клиентов покинуть, или просто кинуть, как вам удобно, то вы должны заплатить какой-то ежемесячный, ежегодный. Как это все будет? Ну, немножко не так. Значит, по закону эти компании должны именно в этот фонд теперь отчислят 2% от всей суммы, собранной страховой премии. Но проблема заключается в том, что, уходя, они оставляют гораздо большее количество долгов. Чем эти 2%? Да, естественно. И если смотреть в целом по компаниям, которые ушли, их на сегодняшний день 17, которые покинули рынок, они в общей сложности заплатили в этот самый фонд на случай своего банкротства сумму порядка где-то, наверное, 70 миллионов, мы уже выплатили сумму 770 миллионов рублей за них. То есть, соотношение, что на рубли, внесенные в этот фонд, фактически мы платим 11 рублей. Из них 10 – это фактически деньги добросовестных страховщиков. Но, по идее, тогда нужно повышать количество процентов, которые платят участники. Нет, это означает, что надо просто сделать более жестким, во-первых, вход на рынок и выход. Но есть ФАС, который считает, что компании должны иметь право конкурировать между собой, поэтому вход должен быть достаточно либеральным. И нам не удалось... И выход должен быть достаточно незаметным. Насчет выхода Минэкономразвития в этом году подготовил законопроект, по которому предполагается, что все-таки если в компании уже начинают происходить негативные процессы, и они видны в службе страхового надзора, то служба страхового надзора имеет право ввести свою временную администрацию. Внешнее правление. Да. Ну, фактически то, что делает Центробанк и АСВ на рынке банковских услуг. Я думаю, что эта мера уже достаточно серьезно простимулирует страховые компании с точки зрения того, чтобы более ответственно относиться к своим действиям. Ну, в данном случае действительно серьезный вопрос. Я думаю, что еще, наверное, не раз можно его обсуждать, встречаться на тему. К сожалению, сегодняшний наш эфир уже подошел к концу. Мы обсудили даже чуть меньше половины тех вопросов, которые касаются обязательного страхования автогражданской ответственности. Но, в общем, есть некий позитив. Понятно, что что-то идет, работа движется. И, наверное, у нас, начиная хотя бы с марта уже следующего года, процесс страхования и главный процесс получения каких-то компенсаций, выплат по страхованию, он должен быть чуть проще. Я напомню, что у нас в гостях сегодня был Андрей Батуркин, вице-президент Российского союза автостраховщиков. Мы обсуждали, начали обсуждать, во всяком случае, вопросы изменений, которые скоро произойдут с рынком обязательного страхования услуг. Ну, и, как всегда, переключились на то, что происходит сейчас уже на этом рынке. Ну, а на этом все, мы прощаемся с вами. До свидания, до новых встреч. Ну, и, как всегда, я говорю вам, что самый интерес в нашем канале еще только впереди. До свидания.